Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы! Хочу вас спросить, есть ли у вас такая проблема, что посадив растение, вы забываете этот сорт. И в будущем просто даже не можете примерно вспомнить не только растение, которое вы посадили, но и сорт этого растения. Дело в том, что растения, которые эксклюзивные, красивые, заграничные, имеют необычные названия. И очень часто мы просто не можем даже запомнить. И я вот в этом году буду подписывать растения вот такими брелками. Эти брелки продаются в строительных магазинах, в садовых центрах. Это для ключей. Очень удобные такие вот брелочки используются. А я хочу использовать их в своем саду, потому что большое количество гортензий я в этом году посадила. Розы очень сложно мне запомнить. Да и вообще растения, которые вот в саду, даже в единичном экземпляре, очень сложно запомнить. Даже скажу вам по секрету, я буду подписывать помидоры в этом году, томаты. Потому что сортов я посадила очень много рассады. Запомнить я не могу. Конечно, можно использовать тетрадку, расчертить, все записать. Но обычно и это не помогает. Подписывать название лучше перманентным маркером. Я вот подписала уже ручкой древовидную гортензию. Но ручка может со временем выгореть. Поэтому лучше использовать называется перманентный маркер. Я им подписываю даже георгины. Корневища ставлю номерки или названием. И георгина растет в земле. Выкапывая осенью, у меня на георгине сохраняется или номерок сорта, или действительно название, которое я подписала. Поэтому используйте такие подручные средства. Это у меня будет гортензия лайм. Мы сделаем вот такую вот этикетку. Здесь вот есть такая пленочка, которая не будет позволять воде попадать на бумагу. И мне будет очень удобно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а как вы обозначаете свои растения? Нет ли у вас тоже такой проблемы, как у меня забывчивость, как называется наша сорта? Какие вы используете подручные средства? И интересен ли вам будет мой метод в этом году? И одевая на растение, я всегда буду знать сорт растения, которое у меня растет в саду. Спасибо! И вот давайте посмотрим, как же удобно использовать вот такие бирочки, одев на растение. Название вы не забудете. Можно дату посадки отметить. Спасибо, что вы были со мной. Такой маленький лайфхак для сада и огорода. Я надеюсь, что вам будет интересен.